всем привет просят меня рассказать про садоводство в этом году много вопросов потому что предыдущие годы я вам выкладывал в этом году не было ну и как для обмена опытом то есть я вам буду показывать что я выращиваю в общем друзья вот получается самая первая грядка которую я построил тут вообще как бы катерина сказала что она будет заниматься садоводством из того что здесь растет хорошо единственная вот эта вещь катник но это и не то что мы сажали я ее покупал она была вообще маленькая как одна веточка вот такая это вот она уже за несколько лет так разросла с нее как бы реально есть польза вот потому что катерина ее собирает на чай она действительно очень как бы вкусно и полезно вот то есть вот с этими растениям проблем нет никакого ухода короче не поливать ничего там пропалывать не надо я делал только когда она засохла только обрезание и все и вот это все это уже в этом году выросла вот вот это вот фигня это наверное от соседки падают и видите здесь куча куча вот этих вот как она называется малина по моему или смородина короче что-то или малина или смородина в общем какая-то вот такая фигня от нее нападала и растет короче можно было бы их прополоть и выбросить но у меня появилась другая идея я подумал что они чуть подрастут я их просто выкопаю пересажу себя вот там вот где он показывал за сыраем вот потому что там была ежевика которую я все удалил и теперь там пустое место если там посадить вот эти кусты они быстро хорошо разрастаются я думаю что это будет оптимальный вариант но хотя можно и вдоль забора посадить или я тут больше грядок сделают еще буду думать это как на перспективу ну и короче катерина сказала что она всю эту грядку посадила с какими-то семенами но дело в том что это было уже месяц назад и никакого прогресса так и нету я у него как-то спрашивал чё она посадила но она уже как бы и сама и не помнит вот и в общем мы с ней так решили что внизу никаких не будет растений то мы просто эту грядку подложим сюда больше земли и посеем опять мы потому что это как все месяц прошел единственное что за месяц выросла вот это какая-то фигня и все все смотрел больше ничего нету что-то выросло здесь но это скорее всего еще с прошлого года и все ну и так что-то по мелочам и тут один росток и тут пару ростков то есть как-то это не выглядит как это самое посадки вот здесь эту часть никто не сидел то есть у тебя должна быть пустая вот единственное что я садил здесь давно вот сельдерей и как я понял он живой растет потому что если вы посмотрите внутрь там вон новые побеги вот ну и вообще он уже давно если бы он был мертвым бы уже бы короче давно умер и вот этот второй я хочу и тут рядом с ним посадить вот но тут уже корни там какие-то видите пошли то есть это просто вы в магазине сельдерей покупайте когда от него остатки остаются самый там внутренность тут не было столько много листьев это вот уже воду просто кладете он и так разрастается и потом садить это то что я посадку вот здесь мы компост производим вот эта грядка которая вторая была вот это вот короче я все садил но это я садил только редиску и в общем-то она нормально растет здесь как бы проблем нету уже видите как много листьев естественно их проредил потому что их больше было вот тут как бы все без вопросов и вот это вот самое новое которую я построил в этом году когда вот немного было оттепель здесь я садил вот эту вот арабу вон она вся тоже по проросла и хорошо растет и вот здесь я садил не помню что честно говоря по моему горчицу вот это вот наверное всходу вот их видно а вот это вот зеленая это короче мы не садили то есть это надо все удалить я уже здесь по удалял до сюда дошел и вон там то есть если вы видите вот такая жадость вокруг растет это она просто вот сквозь эту про прорастала я вам сейчас покажу надо делать вот осторожно чтоб свои семена не уничтожить потому что он видите что-то прорастает рядом с ней короче их надо как бы подрезать и отсюда просто по удалять вот ну я этим занимаюсь уже постоянно они все растут и растут вот это вот мои ростки и в общем не знаю то есть будут они продолжать расти или не будут потому что я честно говоря уже офигел их удалять они настолько живущие непонятно почему то что мы садим не такое живущие и так не растет хорошо здесь ничего не было они выросли я удалил их они опять выросли то есть они растут с какой-то огромной скоростью это вот те вот растения вот не знаю что это за растение вот и короче кроме этого я тут сидел еще какие-то семена вот может быть вот это потом вот это вот стопудово шута или или баклажан или огурец не знаю его там я садил ну тоже видите что-то не видно хотя он там что-то прорастает вот то есть какие-то еще семена ну вот это вот точно что-то типа тыквы или баклажана или кабачка короче вот тут и то есть у нас здесь была рагула потом здесь по моему была горчица и вот здесь вот что-то еще но я тоже не помню но я помню что огурцы баклажаны тыква и какая-то еще фигня какая именно проросла я не знаю то есть вот эту вот фигню я хочу сейчас ну удалить сорняки и потом я хочу посадить сельдерей я вам показывал и выкопать вот эти перенести ну наверное сегодня этим и займешь время не тратить здесь я вам показывал раньше или здесь сосед тут которого короче не знаю что случилось он был нормальный мужик мы с ним общались в общем он здесь накопал кучу вот этой херни из-за этого у меня гниют забор короче здесь была куша я ее ведрами всю переносил в те грядки новые которые построил то есть лопатой на греб потом короче несу туда вот таким образом я перенес всю ту кучу да вот сюда вот это я насыпал этой земли чуть-чуть добавил навоза компоста и вы только лимой земли которая здесь а эту землю теперь я катерине уже сказал что мы будем блин ну зачем она вот это вот их я же сказал я их буду пересаживать в общем я и сказал что мы здесь все переделываем то есть я сейчас сюда буду эту землю засыпать таким образом потом мы сюда насыпем короче компост наш который они производили он уже несколько лет там выдержанный короче насыпем компост насыпем навоз потом все это перемешаем и заново посеем какие-то семена потому что то что она села видите ничего не произошло ну и одновременно прямо сейчас я буду вот эти выкапывать и прямо с корнями пересаживать туда засыпает куда во я приношу землю в общем друзья вы уже конец и попеет уже здесь уже все посиди хорошо все сыра дожди вид без прерыва ну так ладно политик просто на всякий случай вот розовый три на всякий случай здесь видите камень их пометил чтоб их потом сорняками не спутать вот это в общем все это малина или смородина везде сельдерей решил тоже как посадить шут не занимать местные грядки вот очень много сорняков задолбался их удалять вот удалял кран с корнями но они явно опять быстро разрастутся вот видите дождь кстати пошел ну и здесь тоже как особо ничего не изменилось я сюда землю нанес с посадками потом разберемся потому что я совсем забыл что мы там еще выращиваем рассаду помидоров внутри просто она нифига не растет из-за того что внутри очень мало света ну и тут и так солнце нет а рассаде ей нужно солнце поэтому я там использую специальную лампу для растений короче не знаю в интернете можете посмотреть лампа для растений так и называется я не знаю работает она или нет вот но я подумал мы эту грядку наверно тогда оставим для той рассады на случай если она все-таки вырастет что-то с ней получится то тогда эту грядку можно будет вот эту землю которую я принес перемешать с этой фиговой землей добавить еще компост и там вон у меня еще из два мешка навоза и где-то пол мешка земли добавить еще ту землю навоз все это здесь перемешать в этой грядке и засеять тогда уже всю помидорами вот в общем и такой вот краткий обзор друзья видите какие руки грязные пишите комменты ставьте лайки если у вас есть какие-то рекомендации вот в общем подписывайтесь всем огромное спасибо за просмотр пока пока